Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love Serene. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу СРМ. Всем привет, дорогие зрители, слушатели. С вами подкаст «Продажи в огне» и несравненные ведущие Роман Магдаленко. Добрый сел, Антон Бородан. Вот, вот. И с нами сегодня и с вами сегодня в гостях у нас Александр Хчьян, основатель компании АВГ, Skill Staff, Talent Nation. Короче, международный бизнес – это, опять же, почему бы и нет. Саша расскажет нам сегодня интересную историю про то, как он реструктуризировал бизнес, уволил всех продажников и как это помогло ему заработать больше денег. Саша, спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Расскажи вкратце про себя, про компании, которыми ты управляешь, владеешь и вот это вот все. А потом мы перейдем к основной части. Понял. Всем привет, спасибо. Да, компания АВГ – это IT-интегратор. Мы специализируемся на крупных обнеканальных компаниях. Это наши клиенты – это крупные ритейлеры, где мы проектируем почти все те процессы, присущие продаже. Там, от сайта до кассовых решений, складских решений и так далее. Ну, там, консалтинг, разработка и прочее. Мы примечательны тем, что мы одни из самых молодых. Вот, мы за пять лет с нуля вышли в топовые позиции, и сейчас компания 8 лет, мы лидеры этого рынка. Есть у нас маркетплейс IT-специалистов, маркетплейс-аустайтеров. B2B-шный скиллстав у нас. Мы также сейчас в крупнейшем на этом рынке, и меньше, чем за два года заняли самые такие приятные позиции. И мы запустили аналог в конце прошлого года на международном рынке Talent Nations. Это исключительно международная история. Запустили ее базили в Дубае, ну и, соответственно, работали на международную историю. Вот. Там пока стартап, там пока особо хвататься мало чем есть. Только рассказывать. Вот. Ну и спасибо, что на старте передачи сказал, о чем мы будем говорить. Оказывается, мы будем говорить о том, как я что-то там увольнял. Вот. Я об этом даже не думал. Но что-нибудь придумаю. Расскажи про себя, как ты попал в эту вообще историю, как тебя сюда затянуло, и зачем тебе вообще? Так, ну я айтишник со стажем. Я заканчивал физмат московского с квалиционного. После этого у меня был еще менеджмент, то есть управление права. И где-то курс еще на первом-втором. Я был фанатичный программист, айтишник. То есть меня кроме программиру ничего вообще не интересовало. Я математику обожал. Мне попалась книга старая добрая книжка Киосаки, там «Богатый, бедный папа», которая в целом заложила идею, что ты как программист один из ничего много не заработаешь. Идея того, чтобы делать свое дело, уходить там, ну вот этот квадрат денежного потока, вот, она у меня тогда очень плотно присела, и она сформировала такую позицию мою по карьерному росту. У меня никогда не было карьерного роста. Мне в целом, мне он был вообще никогда не интересен. То есть вот это вот руководство, потом начальник, что-то директор. У меня вся корпоративная культура просто вымораживала. И я приходил в какие-то компании, я это был Голдин, до технологических знаний. И вот эта внутренняя убежденность, что ты можешь построить что-то успешное, только если ты в этом хорошо разбираешься, она меня драйвила на постоянное поглощение всех, все новые-новые, какой-то там информации, знаний и прочего. Я проработал действительно большое количество компаний. Это были производственные компании, банки, телекомы были и так далее. У меня были проекты фрелайсерские, продажи контента за смс, начало двухтысячных годов там был. Это, по сути, дало толчок к тому, чтобы разрабатывать сайты. Когда мои друзья узнали, что у меня есть сайт, ну раз у тебя есть сайт, значит, ты разбираешься в сайтах, помоги нам тоже сделать сайт. Мне это было тоже очень интересно. Сказалась такая старая статья в журнале Forbes «История успеха под предпринимателя», который рассказывал, что будучи работающим начальником отдела каких-то там потребительских, не потребительских, а битубичных корпоративных кредитов в банке, он перед тем, как ставить подпись «Обрукнуть этот кредит», должен был изучить бизнес, которому он выдает этот кредит. И на этой позиции, он говорит, за два года я изучил такое количество бизнесов изнутри, как они зарабатывают, какие потоки, на чем они живут, как работают, какие у них проблемы. И это, соответственно, знание этого всего мне позволило очень быстро построить нужный для бизнес, который всех этих ребят освоил. Через вот эту историю я видел очень похожую часть в разработке сайтов. Когда я встречался с клиентами, они рассказывали про свой бизнес. То есть открыто рассказывали, зачем сайт, как он будет. Я не задал вопрос, какой он будет сайт. Я спрашивал, зачем он тебе? И вот почти все сдавали в ступор, ну и правда, зачем? Ну как, чтобы клиенты были. Как клиенты были? Что будет? Ну как ты это видишь? Ну как ты его строишь в свой бизнес? Расскажи про свой бизнес и как ты это подстраивать будешь. И это мне было реально, я горел этим, мне это было интересно. И действительно, в разработке сайтов я видел такой вход в исследование. Но в какой-то момент я уперся в потолок непонимания крупного бизнеса. То есть я как фрилансер туда не был, не достигаем. Я пошел в найм на позицию руководителя онлайн-проектов в группе компании «Спортмастер». Это был 12-й год. Там мой мир хорошо перевернулся. Я увидел, что такое по-настоящему крупная разработка. Как оно по-настоящему работает. Совершенно по-другому видел цели бизнеса, по-другому, как он смотрит, то есть как он оценивает. Там я увидел, насколько рынок пуст в тех задачах, которые нужны таким компаниям. И когда я вышел на рынок, что я буду делать, и комы, многие виска крутили, ну как, на этом рынке уже давно сидят такие-то мастодоны, и что ты там будешь делать. Но я помню, как эти мастодоны приходили ко мне тогда, будучи я, когда я был заказчиком, мне условно надо было дом построить, и они мне два часа рассказывали, как правильно обои выбрать. То есть все там про дизайн рассказывали, как про EX, а мне надо было там микросервисную архитектуру выстроить, там, со многими решениями, процессами и так далее. Вот, а этого мало кто умел, то есть только топовые компании. И я на это поставил акцент, и, по сути, мои продажи, первые клиенты с нулевой, с нулевой компании, ребята, спасибо им, кто на меня верил на старте, там, заключались со мной и не прогадали, и спасибо им, и хорошо поработали. Вот, так я к этому пришел. На, да, работая в компании, в какой-то момент я сидел и фантазировал, а что дальше? Вот, я сейчас там пришел на руководитель проекта, потом на руководитель группы, там, вот уже начальник отдела, и что? Вот, дальше выше какие там позиции, там, директора департамента, директор СИА, СИА департамента, там, генеральный директор. И на каждой позиции мне что-то ничего не нравилось. То есть каждый раз я не видел какой-то свободы или каких-то возможностей для амбиции, и еще чего-то. То есть во мне всегда все это кипело. Поэтому, когда мне подвернулась возможность сорваться в проект, не самый маржинальный, но очень сложный, я вообще не раздумывал, ушел. У меня было ноль отложенных денег, у меня только что взятая квартира в ипотеку, вот, переехал из Подмосковья в Москву, жена не работает, ребенок в школу пошел. Вот, просто, как это, непоколебимая вера в то, что вот сейчас надо делать, вот, это меня прям спасало. Мой первый офис был в трех минутах ходьбы от моего дома, там старое здание НИИ, комнатурка такая. Вот, и я помню, что несколько раз я там ночевал. Вот, то есть ты там до двух ночи что-то херачишь, а в 9 утра надо отправлять, если пойдешь домой поспать, то уже не успеешь, когда засыпаешь в кресле, через три часа просыпаешься, умываешься и продолжаешь. И ни разу не было, чтобы я о чем-то жалел. То есть, ну, я всегда был фанатичен, жаден до достижений, и мне это все очень нравилось. И до сих пор люблю, практикую, работаю и так далее. Ну, и продолжая тема продаж, для меня формировать отдел продаж было всегда самой вероятностью. То есть, когда ко мне присоединился в семнадцатом году партнер, я прям выдохнул, я передал ему очень большое количество операционной работы, взял на себя остальную часть по развитию, по продажам и так далее. И когда встал вопрос о том, что надо делать коммерческий отдел полноценный, где будут СЛЗ, я к этому всегда был настолько ревностным, потому что, ну, вот, я делаю экспертные продажи. То есть, я разговариваю со своими потенциальными там лидами, клиентами. Ну, как мне кажется, на одном языке. То есть, я человек оттуда, я понимаю структуру битнеса, я технологически кровосильный подкован, я хорошо знаю маркетинг, я хорошо знаю рынок, я хорошо знаю тенденции, я знаю международный рынок. То есть, я много чего знаю, умею, вижу, у меня есть много цифр, да, и когда мы обсуждаем, я понимаю его боли, я не задаю тупых вопросов, да, я, ну, наверное, грешу этим, но процент этого греха сильно меньше, чем у среднеклассического СЛЗа. И для меня это был реально самый такой тяжелый шаг, знаешь, как это, делегировать самые ценные. Вот, поэтому, ну, постепенно, постепенно у нас были разные такие попытки. Сначала у нас на позиции комбдира был человек, который реально хорошо знает рынок, эксперт, который измитрий создавал эти проекты. Его задача была больше, там, не суперсильно масштабировать, а систематизировать весь этот поток. То есть, мы стали попадать в рейтинге, у нас сильно заработалось рафанное радио, у нас стали рекомендовать люди, которых я даже не знал, и это давало очень много потока, времени перестало хватать на то, чтобы, скажем, связываться. Вот эта классическая боль роста компании, там, письмо написал, через неделю ответили, вам еще актуально, знаешь, но у нас, к сожалению, мы доходили до этой боли. Слушай, подожди секундочку, вот эта вот история с тем, что ты говорил, что ты больше айтишник, ты начинал все сам, ты занимаешься экспертными продажами. А вот ты учился на эти экспертные продажи, или ты просто сам для себя придумал это название, что ты занимаешься экспертными продажами? Как это вообще произошло? Как сказал один мой товарищ, у тебя, Саша, национальные софт-скиллы. Я понял. Вот, нет, я не учился. Ну, у меня были... Это что такое? Расскажи им для туш, что ли, какие конкретно. Просмотрели эти фамилии. Нет, ты знаешь, специально я не читал никаких книг по продажам. В целом у меня очень мало коллекций прочитанных книг из области бизнес-литературы, но довольно-таки большая коллекция прочитанных художеств и литературы, в которой я вижу очень много ценностей того, как надо работать, как надо жить. Работа – это тоже часть жизни. И, например, у того же Ремарка намного чаще встречаются очень полезные задачи, кейсы и процессы переговоров, чем в ряде книг-переговоров. Они больше за такую, знаешь, конкретику и долгосрочность и прочее. У меня были залетные там пару, там, как это, да, не курсов, а тренингов по продажам. Да, они прикольные, они систематизируют чего-то, да. Отрадно было ощущать, что на этих двух залетных тренингах, где были очень солидные коллеги, с которыми мы там проходили тренинг, топ-мейдж и так далее, я каждый раз занимался отрывом первое место. Отрадно, получается, знаешь, что-то я делаю правильно. Вот, но специально этому я не учился, это просто... В какой-то момент я просто перестал сосаться продавать, вот, потому что у нас советская такая подкорка, продавать это что-то плохое, это что-то там втюхивание почему-то считается, да, а я какой-то момент понял, что продавать это не втюхивание, это, ну, донести ценность того, что ты хочешь, выявить эту потребность и донести, почему у тебя это хорошо. Не потому что, смотри, я сделаю, а я сделаю, и почему-ка это будет правильно, и как это будет работать, там, и как ты будешь управлять этими рисками. То есть еще одна из болей IT, ну, точнее, болей заказчиков, которые работают с IT, да, не все IT-подразделения осознают, что они сервисы. То есть они себя осознают, так это, с короной, там, да, мы тут главари, вот. И тот IT-сервис, который осознает, что он сервис, в полной мере осознает, и может выстроить процессы управления собой, дать своему заказчику процессы собой управления, это дорогого стоит, вот, и поэтому дорого стоит. Слушай, а можно сказать, что ты понял, понял, вообще суть, я не знаю, там, вошел в эту нирвану продаж? 42, да. Да, 42. Когда ты был на стороне заказчика, то есть ты понимал, как с тобой общаются те же, там, да, подрядчики, что они спрашивают, как они рассказывают, и ты понимал, что это, ну, блин, ребят, ну, это не то, это мне не нужно, это мне не важно, мне нужно другое. То есть ты с стороны заказчика перенял вот эти все истории и, как бы, экспортировал уже дальше. Я бы сказал частично. На моей позиции я редко участвовал в тендерах, то есть у меня, мои тендеры, которые проводил я, они были, ну, за почти три года, там, раза три или четыре. Вот, это раз. Второе, сама компания, группа компаний Спортмастер, она не славится тем, что она работает с большим количеством подрядчиков. То есть это очень технологичная компания, у которой внутри нет ни одного вендорного ПО. То есть все пишется свое. И там нету никаких САПов, там есть база Оракла, да, но это базы. Там нет никаких 1С, там даже 1С нет. Там ничего такого нет, чего есть у большинства реталеров России. Это действительно очень крупный масштабный бизнес, и благодаря их такой вот этому подходу, что мы пишем свое, почти все специалисты, которые работают на этих проектах, вынуждены были глубоко погружаться в детали, в процессы. То есть если брать, там, например, 1С или САП, ну, скорее САП, да, то он больше похож такой на либо черный, либо на серый ящик. Ну, как в анекдоте. С одной стороны баран накидаешься, с другой колбаса выходит. Вот как он там внутри, ну, такое. Работая в компании, где ты с нуля это все делаешь, у тебя прорабатывает очень глубокая экспертиза в деталях, как это надо строить, как это надо работать во всех этих процессах. И это дало, вот это мне больше дало преимущество, то, что я умею делать такие парт-системы, как САП. Ну, потому что мы делали то, что выигрывает. К нам приходили решения в области, там, персонализации, CD-пишек и так далее, которые говорили, мы вам увеличим продажи. А мы говорили, а сейчас мы давайте АБТ-с делаем с нашим решением. Каким с вашим? А сейчас мы его напишем. Вот. И через месяц мы начинаем делать какой-то АБТ-с, и мы выигрываем. Вот. Ну, с одной стороны, это было прикольно, да, это инженерная штука. Вот мы тут страна инженеров в России. Но с другой стороны, с ростом я понимаю, что частое, постоянное распыление IT-ресурсов на всякие мелочи, это в перспективе дает убытки. То есть в моменте, да, прикольно, в моменте оно дает прироста, при выборе там среднего решения рынка или своего решения, которое будет интенсирован для тебя, да, оно, наверное, свое лучшее. Но в дальнейшем, когда уже компания на рынке работает там 5-10 лет, там, 15, и ее область экспертизы в своем узком сегменте явно выше, то, ну, компания начинает проигрывать, и нужно вовремя осознавать, что выгоднее бизнесу. Не то, что мы сами вам напишем, да, а то, что бизнес принесет больше денег. Потому что система уже работает, ее раз я подключил, в буст не дуешь, она работает, ты просто ей платишь. А тут, ну, распыление бизнеса, управления, ну, и так далее. Все это мы знаем. Скорее, поддержание инфраструктуры, масштабирование и взаимосвязи. Вот, потом возвращайся к этому вопросу, скорее понимание технологической экспертизы, второе, понимание того, что надо смотреть, не то, что я могу, а то, что выгодно бизнесу. Вот, и третье, это то, что когда мы все, что-нибудь делали, мы всегда замеряли, мы всегда были в курсе реальных цифр, реальных процессов, и что работает. То есть, например, когда мы проектировали для одного из наших клиентов новую омни-платформу, начинаем с сайта, мы доходим до CGM, до целей. Вот, самое простое донесение ценностей для генерального директора, чтобы его не запутывать, или какого-то другого ЛПРа, либо ЛТПРа, лицо действительно принимающего решения. Там, соответственно, мы, говорит, переходим через демонстрацию главной страницы. Вот, и чтобы проектировать ту самую главную страницу, там это был такой большой бизнес, мы со всеми директорами согласовали 72 цели, которым должна отвечать эта главная страница. Вот, и продажа товара с доставкой, это крупнейший ритейл, да, была по приоритетам на пятом месте. То есть, ну, у них другие цели, да, то есть, понимая, понимание этих целей, причем, как бы ты их подводишь к тому, чтобы выбирать. то есть, это другой бизнес, это за огромный масштаб, у них есть это. То есть, им вообще у нас, понимая рынок, да, якому, у нас практически никто на якоме не зарабатывает. Вот, зарабатывают... На доставке зарабатывают логисты, знаешь, вот, потому что... Ну, по сути, это все компании логистические, по сути-то, если рассмотреть весь ритейл, это возможность доставки товара. Хорошо. Если чуть-чуть обобщать, на якоме зарабатывают сервисы. Вот так вот. Вот, как в старом мультике, где олень гулял по лесу, и у него там на его рога все животные сидели, да, вот это вот, яком и его сервисы, знаешь, вот примерно так это выглядит. Вот, поэтому цели, на чем зарабатывает реально там крупнейший бизнес, понимая эти финансовые отчеты, понимая эти финансовые показатели, ты можешь доносить, что мы можем сделать, чтобы улучшить там, где лучше, и не сжигать бабки там, где и так говно, да, ну, зачем? Вот, оно просто должно быть, масс-хэв, рынок требует, да, вот там мы это будем делать. Вот, а дальше, вот, вот эта экспертиза, это понимание, понимание денег, это то, что мне позволило, скорее, лучше продавать, не просто лучше продавать, но и формировать такие команды, которые умеют это делать. Стать лидером, я, если я правильно понимаю. Ну, в том числе. Да, окей, то есть получается, что изначально ты продавал один, по сути, как ты это называешь, экспертные продажи, ну, их многие так называют, и на данный момент, какое количество человек занимается продажами, и что, и как сейчас можно назвать эту методологию продаж, которая у тебя есть. Смотри, в конце прошлого года у нас был полноценный коммерческий отдел, там был маркетинг, там были продажи, там был бездет, вот, и в отделе продаж было человек, ну, потому что мы много что делаем, люди распределялись, то есть у нас есть вот marketplace, там были ребята, которые занимаются продажами, там, аустав, скиллстав, у нас есть ряд там своих внутренних продуктов, были ребята, которые на них специализировались, внутри компании есть ряд направлений, которыми занимаются, там, соответственно, люди распределяли, кто-то чем торгует, кто-то крупными проектированиями, кто-то консалтингом, кто-то там просто е-комы большие, там, кто-то приходит, Над ними были руководители групп, которые курировали эти кластера, и над ними всеми был коммерческий директор, который, соответственно, отвечал за выполнение финансовых показателей и планов. В какой-то момент у нас начались терки, то есть волнообразные вот эти, то сделки не идут, то что-то плохо идет, то лиды приходят, мы их плохо скорим, то после скоринга ребята из какого-то производства, которые подготовили технокоммерческое предложение, принимали участие, говорят, а что они нас не купили, мы там дали предложение условно на 30 миллионов, а выиграла компания, которая дала предложение на 3 миллиона. Потом идет терка. Какого хрена вы нам принесли человека, который хотел что-то какое-то говно за 3? Он говорит, с чего взяли, что он хотел за 3? Он не сказал, что за 3, он хочет какое-то решение. Вы ему сказали какое-то решение. Почему он не купил ваше, а купил ваше за 3? Вы так продали. Вы донесли ценность, почему она на нас лучше или нет? Ну, начинаются вот эти вот терки, вот, были ряд проблем, у нас произошла такая интересная трансформация, вот я инициировал такую вещь, я ее позаимствовал из классического процесса цифровой трансформации. В рамках цифровой трансформации компания уходит от процесса заказчик-подрядчик, а переходит процесс от проектного управления в продуктовое управление и формирование продуктовых команд. А в продуктовой команде у тебя совместно сидит и представитель заказчика, и представители исполнителя, то есть айтишники с маркетологами, да, вот этим представителям сидят в одной команде, и они больше не заказчик-подрядчик, они единая команда. И в рамках единой команды они вот этими итерациями, то есть как это делается? Ты декомпозируешь какой-то там большой бизнес на, ну, условно, у тебя есть большой огромный e-com, да, там большой ритейл. На больших и огромных сайтах работает обычно не 5-6 человек, а 5-6 команд только на сайт. То есть одна команда только за чекаут, другая там за PDP, там карточка товара, там какая-то за поиск, там и так далее. Вот, все это там на микросетных культурах, есть еще другие команды, которые отвечают за сервисные прослойки, там DevOps и так далее. И они независимо занимаются развитием, и у них нет задач, у них есть цели. То есть задача продакта, или как она, ну, если совсем уж декомпозировать задачу продакта, да, он должен отвечать за две вещи. Первое, задачу, которую я приму в работу, она должна привести больше денег. Второе, задачу, которую я приму в работу, она должна сделать моих пользователей более счастливыми, чтобы они привезли больше денег. Если под эти два пункта ничего не подходит, все, нахер, оно не нужно. Вот, и потому что они поставлены цели. Ему не говорят, принеси мне 30 миллионов, да, там, это тоже, кстати, может быть целью, да, ему вот ставят цель, задача не испускает уже руководство. То есть я хочу сказать, ты объяснил ребятам, теперь вы будете работать по-другому, и это позволило избежать конфликтов между маркетингом и продажами. Нет, маркетинг тут вообще ни, причем между отделом продаж и кэшеги-дерящими юнитами. То есть у нас есть суппортовые юниты. Точнее, ты же вначале говорил, что у тебя был конфликт между маркетингом и продажами. Я не сказал, что между маркетингом, я сказал, что в подразделении коммерческого блока был маркетинг тоже, и там были, соответственно, продажи. То есть есть лзы, есть маркетинг, есть бездевы. И вот в отделе продаж, где там человек 10 было, да, вот там начались конфликты с теми, кого они продают. То есть они продают там услуги, там, аустав, они продают услуги, там, производство, услуги, там, портальных решений, там, не знаю, приложений каких-то, там, продуктов. Вот с ними начались конфликты у продажников и тех, кто делает эти проекты, то есть производство, по сути. Вот там были конфликты. Вот, и я, вот, глядя на эту процессы продуктовых команд, решил, ну, давайте-ка попробуем, а то у нас получается, там, какашками кидаете друг друга, а давайте-ка, в один час сядем. Вот, и мы, соответственно, практически расформировали отдел продаж там и распихали этих слезов по каждому из этих департаментов. То есть кто-то занимается проектированием, у них свой сервис, кто-то занимается, там, якомами, у них свой сервис, кто-то занимается, там, продуктами, у них свои слезы там сидят. Вот, и они совместно сидят. А дальше мы... То есть, попросту говоря, ты, короче, создал команды, интегрировал туда все разные роли и объединил одной целью каждую команду, так? Да, но с определенными дополнительными изменениями. Что мы сделали еще? Мы сделали так, что у ребят появилась мотивация, потому что раньше как было? Вот, селс приходит к какому-то эксперту внутрепроизводства, говорит, слушай, у нас слит, надо пойти на встречу, а там потом подготовить, говорит, ой, ну нахер, не хочу, там, да, у меня есть в чем работать, мне это неинтересно. Там, слишком много вы от меня хотите, много тратите. То есть, он был в позиции, все больше и дальше он заходил в эту позицию, когда принесите мне готовенькое, вот готовенькое, с каемочкой, с вилочкой, и я буду кушать. Вот, а вот это вот где-то ходить, охотиться, еще готовить потом, ну нахер, я-то не хочу. Вот, а сейчас вышли на ту историю, когда ребята, все, они охотники, они хотят пойти, блин, и собственноручно не душить оленя. Вот, у них появилась мотивация, они видят, что от них зависит продажа, потому что роль этих селсов больше не продавать, а больше вести формализацию этой сделки. То есть, ЦРМка, скоринг, фиксация, протоколы встреч, подготовка и пинание всех этих шаблонов документов, индии, договора, вот это, вся вот эта часть. Но, у нас все предложения, они не КП, они ТКП, оно техника, коммерческое предложение. Оно описывает процесс, как мы это будем делать, оно описывает, почему это цена, оно описывает, на каких этапах что будет производиться, какую ценность будет давать каждый этап, то есть, что ты покупаешь на каждом этапе. То есть, у нас не каждый заказчик понимает, за что он платит деньги. Я бы сказал, большинство заказчиков не всегда понимают, за что он платит деньги. Потому что, ну, образ результата у каждого в голове свой получается. И мы, соответственно, везде поформализуем образ результата, что будет. и это делает команда производства не сел сделать а команда производства и самый важный фактор который мы еще добавили и это хорошо сработало мы показываем кто именно будет работать над твоим проектом в случае если ты выберешь нас никакие роли а кто именно вот эта часть когда часто бывает наши одни люди продают отруги и делают как выяснилось очень многих триггерила и мы про показываем по фотографиям все вот вы с нами уже познакомились с ними работали сейчас на этом при селе мы проводили с вами аналитические сессии когда собирали информацию чтобы фотографиям показывать или вы просто приводить не не сначала не сначала они эти люди участвуют при села а потом у тебя титр открываешь а потом у тебя просто слайд с командой и там будет там до тех ли проекта там да условно там такой-то архитектор наш там евгений там фотографии они уже поработали пока он собирался нас информацию там ведущий аналитик такой-то того мы там владимиром уже поработали и по некоторым ребятам есть еще небольшая сводка там да кто какой у него бы кофе как я выходец из крупного клиента так и мои ряд моих крупнейших там руководителей руку просто ряд моих руководителей там ряд моих коллег да они тоже выходцы из крупных ритейлеров мы покажем какой-то опытом до 5 лет в этом до этого там лати директор такой-то компании там ребята там был сипиотом алиэкспресса был директор разработки такой-то крупной корпорации но что мы не агентский опыт намного проще но я увидел в этом тоже одну из задач лучше взять эксперта из крупнейшего игрока который знает как это будет работать и привить ему и научить его агентскому бизнесу чем взращивать человека в агентском бизнесе и пытаться научить его тому как работает enterprise но внутри первое проще дороже сильно дороже но результат потом оправдывается потому что ну не каждый раз получать но у тебя получается научить человека осознать что такое агентский бизнес люди привыкли там я на зарплате сижу делаю свою работу агентский бизнес по другому требует и эти результаты сейчас вот у нас прошло почти два года два корпуса прошло квартала или результаты хорошо показывать мы чуть-чуть опережаем планы планы на себя амбициозные это интересная история с переменной методологии продаж круто если бы я знал я бы знал хотя бы что я поменял что но ты уже поменял то есть тебя продают не салзы у тебя продают производители они совместно работают это селс инженеры до селс инженер по сути и это такая знаешь история с тем что поставить для всех какую-то единую цель это наукой вроде похоже и так далее можно тоже приплести но у меня другой вопрос если сделать шаг назад все-таки что послужил вот этим триггером к изменению я уверен что это не просто там да вот эти вот там сколки и так далее скорее всего что-то было внутри непрерывный срач и пояс виноватых за счет чего вот это солиста чуть-чуть они обсуждают что они делили в итоге надо понять вот смотри вот у меня ты можешь срались потому что не было четкого разделения ответственности а так далее проценты были не выстроены на что-то не понимал что такое квалифицированный лид посмотрели берег невозможно узнать такую компанию как это уроки тут основатель компании коля хребенский он рассказывал что его компания пока он еще в ней был он уже вышел из нее сделал прекрасный он рассказывал что его компания была вся построена по вебинар по процессам то есть все было структурировано вот любой процесс компании был выстроен в этот периодом так далее вот он этим городился это работает но также он рассказывал что как-то он общался с очень очень богатым человеком владельцем очень очень богатой компании который посмотрел процесс кого ни хрена себе но если бы я так у себя сделал я надо еще больше заработал а у меня вообще в бардак он наверное можно структурировать и сделать я но меня операционка чуть вымораживает я люблю вот но я умею нового нами не драйвит поэтому правильно как я как правильно поставить или неправильно да нативно мне было не очень понятно но я чувствую и вот что я чувствую тезис 1 есть три типа как вы знаете вчера нас коллега из одного банка общались он не очень очень похоже рассказал да мне понравилось как он это формализовал есть три типа людей до 1 это роботы ему нужны максимально четкие инструкции я хочу бухнуть вот иди в магазин на полке такой-то возьми какой-то конкретный коньяк но другой полки возьми такие-то лимоны на 4 полки возьми там вот это вот это принеси вот так помой так сделать так разли есть второй тип что-то бухнуть бы с лимончиками понял все и он пошел там сделал а есть третий тип что-то скучно сейчас все будет нормально наш вот и вот я за третий тип вот это я вот но это не значит что первые два типа это плохие надо вовремя увидеть потенциал возможности роста из первого типа во второй может ли он расти а из 2 3 и если может то взращивать это а если ты не видишь это не нашел не надо пытаться это взращивать и надо найти то чем он все силен и хорош это не значит это плохо потому что он это умеет хорошо если ты отсекаешь от него все то что его демотивирует то что не его да ну ты получаешь результаты вот помните тезис лебедева да как себя мотивирует да никак оставайся в говне вот у меня не было никогда задача как-то себя мотивирует у меня всегда припекало мне всегда хотелось найти что-то что-то делать тогда я лучше вижу какие-то возможности вот когда начались эти склоки я стал видеть что я не нахожу в моменте какой-то мотивации варианта чтобы ребята перестали видеть причина стали видеть возможности то есть они каждый раз пытались там в причинах поковыряться вот а мне всегда все время хотелось у ребятам возможности искать да вот и на на этот путь шли то есть ретро сделать полезно но для того чтобы понять что надо делать чтобы не повторить подобные ситуации вот это мой мой принципе а так было давать нет это не я виноват это он виноват вот этому мне тут вымораживает ну я не хочу с этим не бороться потому что я не знал как с этим бороться честно если я начитался красивых книжек пригласил бы экспертов по продажам возможно возможно у меня бы что-то получилось поменять но могло не получиться поэтому я пошел по другой модели да я просто это сменил фокус совсем кардинально то есть ребята вот так не получается все есть такая очень замечательная наш это ну расскажи какие сложные методологии убеждения информации была была такая методология убеждения прости я маленький что-то не сказал шутка прибавут когда когда ночь сельская дорога на бужевой повозке мужичок едет и тут из-за поворота вылетает джип хера прямо лошадь этой полоской мужичок это лошадка и хера канаву поломанный лежит лошадка усе бьется джип остановился оттуда три ночи с фонариком выходит водитель спускается вниз этот мужичок думает вот я сейчас него бабки саду ах сейчас я с него саду этот мужик подходит смотрит лошадка усе бьется ствол достает пристрелил ее мужику подходит мужика хотя все порядке спасибо все хорошо вот можно пытаться договариваться как они думают но проще вот так вот наш кардинально так херок не хотите вы просто уволили коммерческого директора вот и когда они увидели что вот так вот херок и все это я попрос поменял вот все сразу забежали начали бегать и мы просто дали трубу возможно другие цели и классика жанра вообще я не скажу что виноват я не он не виноват роман прекрасный парень прекрасно все сделал он сделал выстроил не классно процесс он все структуризовал систематизировал проводил обучение ребят но когда надо было меняться у рома не нашлось варианта что делать да то есть и чем учит парня на том на что он уже на то есть когда мы убрали он был нужен на то что на что мы брали он был администр а потом когда нужно было что-то другое он в этом уже не эксперты и он уже мучился поэтому там не было такого что наш прилюдно на нет там все было нормально вот ну по плане что это хороший парень и профессия пока есть в компании как потребности ты ее за решаешь окей меняется потребность и ты уже там не применим рынок большой капотное право отменили чем учиться вот так что коротко отвечай на вопрос мне мне было проще так и она сразу вызвало хороший эффект а хорошо тогда попробуем по-другому и ты сейчас научен опытом ты знаешь как лучше поступить если вернуться если вернуться на машине времени назад ты бы как построил в итоге изначально свои продажи как сейчас или прошел бы еще раз этот путь или на тот момент не не то время был ну какие-то вещи я бы заранее делал то есть что если проводить ретро я бы про чаще проводил тренинги во первых я стал бы проводить нас начал потому что первое время тренингов не должно ты раньше второе я бы понимал какие роли я беру на сузов то есть мне не нужны сузы которые не знают что такое разработка сайта условно последнее время для тех службы и хороши которые раньше работали условно руководителем проектов на разработке они хотя понимают этап они понимают методологии не понимают слова они понимают какие-то сокращения и так далее они не пересдают тупые вопросы они слышат заказчика то есть страны заказчика есть описание потребностей и ты не просто тупо как наш на высшей математике или там лучше планируем эксперименты там записываешь ничего не понимаешь просто списываешь да подумаешь дом разберусь это хреновый соц должен быть соц который что-то умеет это то чего вовремя мы не осознали должна быть методология и книга продаж потому что ротация сузов первое время нас было немаленькая средний срок срок работы суза был там 6-12 месяцев маленькая ротация как раз обучать было тяжело и что там большое спасибо предыдущему кардиру он первое что сделал он сделал книгу продаж там реально такая библия на 100 листов с описанием там направлении компании услуг компании что он продаем а кому это нужно как это нужно что это делается это был живой документ он непрерывно развивался нас копность огромный такой документ где постоянно там эволюционно добавляется меняется развивается полезная вещь картинками с примерами так далее протоколы встреч обязательно учить обучать как надо делать протоколы встреч не сказать ему сделать протокол речи а потом видеть его да показать хорошие примеры по такому встрече показать причем не просто показать пример показать сначала видеозапись встречи а потом показать как вы протокол такой встречи ну и очень важно донести такую ценность на какие вопросы то есть как понять что протокол получился хороший человек который не был на встрече он должен прочитать и понять весь контекст речи вот так выглядит хороший протокол да и века определенный там пункт соответственно что обсуждали что решили кто ответственный по вопросам основные три таких блоков условно вот это гигиена которую нужно было соблюдать держать нам и так далее вот но и инвестиции инвестиции в обучение вот как правило этим должен был заниматься только я вот но в основном я но я занимался тем что я сам больше бегал продавал не занимался развитием своих ребят это вот мой косяк вот который я бы сейчас конечно передел примеру когда я растил компанию компаниях нуля росла у меня не было денег на то чтобы нанять хороших специалистов но я брал стажеров там четвертых курсов и сам сидел обучал сначала был один стажер он выхлуб выстрелил прям отлично я помню что тема и сразу за троих и производительность моя работа на проектах упала до 10 процентов я мог участвовать в проектах ну а что такое участие в проектах когда ты шива да то есть и все и продажник и рп и тестировщик и пинат или менеджер и немножко бухгалтера вот и тут ты больше чем занимаешься только тем что обучаешь ребят даешь им какие-то задачи обучает рассказывать лекции так далее благосили в одном кабинете вот так вот но это инвестиции мультики на день потерял потом за два часа долетел потерял да действительно это месяц и прочее будь здоровы а потом автономность их этих ребят очень быстро стала появляться и это было золотая жила я умел растить аналитиков тот момент это пятнадцатый год аналитик на рынке практически не было особенности экспертизы и ком и ритейла и даже моих джунов тогда выкупали по даже сегодняшним хорошим ставкам то есть я умел их делать они у меня были и мы есть у нас и сейчас аналитики от одной самых больших простой компании а больше 80 сотрудников аналитики аналитика те люди которые переводят с русского на русский русского заказчика на русский их морей конкретно да и формализует требования описывают как надо работать предусматривать риск вот наверно обучение инвестиции своего времени то обучение при тренинге не только свои но но не только как ты продаешь но и приглашать тех экспертов которые делал потому что но одно дело я продаю как я пошутил вначале да у меня там есть специфичные софт скиллы но не всем они присущи и например то как я выступаю да ну я выступаю как мне ребят как собственник да ты можете позволить там поговорить и так далее у тебя присуща своя манера какая-то там приступка пафоса там где-то еще чего-то где-то там айтишная часть и так далее когда выступают наемные менеджеры чё-то да но твои манеры не подходит и тут ему нужна систематизация стандартно но у тех людей которые специализируют на том как надо проводить презентации продажи вести как еще что-то делать потому что вот я могу там на одном языке говорит генеральный директор да мы с ним коллеги почему генеральный директор из более крупной компании но поле проблемы те же самые до 5 лет брать что-то 50 лет брать и да мало чем отличается жены здесь очень такая пересекающая история поэтому обучает привлекать внешне внешней компании привлекать внешнюю экспертизу для того чтобы делать твою команду а лучше б делать ее системный потому что много знаний это хорошо но когда знание не систематизируется это косяк я это понял еще в институте когда у меня позвали читать лекции по ремонту компьютеров я очень много чего знал по этим компьютером но не знал как читать эти лекции когда я купил книжку специально про ремонт компьютеров я только осознал что вещи которые я обычно делаю имеют еще три-четыре варианта так как это делать но с другой стороны я книжка не хорошо систематизировал она дала такой фундамент что каким бы экспертом ты не был всегда есть систематизация то есть нужно это закреплять систематизации вот и бей это систематизация твоего опыта то есть почему они требуются у тебя был опыт работы в корпорации в компаниях и так далее то потом приходил на случиться это систематизация твоего опыта да ну и плюс то что мы ценим приглашать привлекать внешних это то что тоже безусловно нужно и регулярно ты про команду сказал что ты нанимал изначально джунов короче стажер если рассмотреть этот путь когда ты нанимал стажеров на что ты опирался что тебе было важно для того чтобы тебе пришел этот человек и как сейчас ты смотришь на то как нанимать людей и что у них должно быть но еще они должны были должны быть состоять и какие у них ценности должны быть но я не нанимаю уже года три или четыре никого даже те ребята которые у нас есть совет директоров есть правление да там четыре человека если директоров при нас человек нам депором компании они сами принимают решение там у кого нанимать собеседовать брать там и так далее даже и чарниры которому там недавно брали и то не я собеседовал то есть меня с ним познакомили уже после андрико по маркетингу но сейчас я новую я его не собеседовал я с ним познакомился уже месяц спустя так как собеседовать там и сейчас я не скажу я могу рассказать то как я делал раньше когда я например брал стажеров я понимал на какие задачи цели я брал да то есть я хотел брал стажеров там аналитиков для меня было важно чтобы у человека был сильный фундамент технологический и хорошее наблюдение что если ты берешь стажера не сочнете за и джин да но надо брать те которые там только после института или еще четвертый пятый курс у них мозг еще заведен он еще успевает быстро собирать информацию он еще не закостенел и ребята впитывают как губки если сравнивать со стажером которых я брал которым уже было 25 27 30 лет но там там крайне тяжело было все этом славливать поток информации принимается уже не так оперативно хотя вузы тоже технологически сильные хорошие там работа был какой-то семейных областях но то новое чему я их обучал они уже славлю не так быстро поэтому это не значит что их нельзя применять просто я тогда не нашел как правильно применять а мне нужно было конкретное мало только аналитики только в эту область смотрел на технический вуз на кафедру на чем занимался и задавал технологические вопросы общался по логике общался по задачкам общался по целям а чего ты хочешь отчет ищешь если человек там горел технологическими знаниями еще чем-то да это уже был плюс если человек проявляешь наш такой какая-то какой-то романтизм вот хочу здесь попробовать вот а два года назад или там полгода назад пробовал а тут а потом вот здесь ну не нужно стабильный человек ты являешься эти вещи когда я записал у программистов на тот момент я уже лет десять не программировал поэтому проверить его на качество того как он программирует я не мог но я мог проверить на его фундаментальные знания какие методы структуровых ты знаешь звать 23 еще 4 чем отличаются какой из них лучше я что такое разреженная матрица расскажи мне про машины и все как она достигает то есть я задавал максимально фундаментальные такие вопросы которые но если человек математический знает ему неважно на каком языке писать он может их формировать то есть там распиши мне там четверки или пятерки тюринга там алгоритм маркова это такие но то что кто те кто это знает могут писать языки программирования да и изучить новый язык программирования это уже для них такой маленький этапчик вот и когда я собеседовал ребят и большинство но ребята на большинство этих вопросов отвечали или там диалог спроса как логически правильно да ответ ну мы срабатывали серии я угадал то есть если человек знает хороший фундамент фундамент и прочее да значит человеку и программирует нормальных дочего делать так далее а второй надо брать соответственно софты то есть если его мотивация на то чтобы сидеть экраном стене и чтобы никто его не пробовал не видел на другой должен на другой не согласен в течение недели задачи практически не сдаются но про человек пришел получать зарплату и ни хера не делал вот это тоже можно вольно выявлять и соответственно пресекать такое какие бы хорошие хардовые таланты нет что сейчас сейчас мне кажется важно при собеседовании человека если это человек хоть какой-то там менеджер да то есть если не линейный технарь а там средний уровень менеджера ли там выше синхронизироваться по двум вещам понять его планы и цели и рассказать кого цели компании планы наши и пытаться выяснить насколько они пересекаются насколько человек видит потенциал для себя в этой компании это он должен быть вины ты ищешь какие-то точки где вы будете в мире ему будет интересно и тебе будет интересно я немножко слукавил там что я давно никого не понимал я хотел человека но конечно принятие решения собеседника приман я мы привел к на это свече я человека и человека я брал ну как человек вышел на рынок да был очень большой хороший там количество предложений вот и когда я предложил рассмотреть нас я подошел с таким позиция да вот моя компания будет не последним твоей карьере вот но перед тем как ты откроешь свой бизнес после моей компании шансов на то что обострелся будет меньше то есть моей компании ты лучше и больше можешь получить бы опыта жесткого такого опыта не всегда приятного но опыта точки зрения того что такое бизнес и внутри потому что не по позицию которая заводит он надо делать и съемки надо работать хотя откроет очень много дивного чудного мира . когда-то мне перевернул мозг там спортмастер как айти вот так же и в этой компании этому человеку переворачивается мозг относительно того как строится будут зарабатывать деньги вот и этого человек пришел ко мне с на сумму которая была меньше чем множество офферов от других компаний на это уже были корпорации где просто ли отсюда отсюда копай 6 уходи наверно находить соответственно поза чем человек мотивирован если ты видишь в нем интерес для каких-то задач на рамках той компании короче тут и тут экспертную историю применил потому что ты знаешь что будет мотивировать и так далее да и такая у тебя история ты еще как я понял хочешь быть таким неким ментором и чтобы растить людей чтобы они понимали я бы не скажу я хочу быть ментором я никогда не учился быть ментором но вы как путь эволюционно получать что я для ряда моих знакомых и коллег ментор вот мы садимся обсуждаем набрасываем вот у меня там вчера была моя коллега она пришла с проблем такой задачи или позачья типа я уже там три года работа на такой-то позиции она перестает мне нравится я не понимаю куда идти я был такой чаркович знаешь такое вот мы просто разу раскидали пара некоторые вещи да она начинает нам рассказывать про благотворительность какую-то любая благотворительность да она прекрасно она хороша но она любая требует денег нельзя быть хорошим без денег ты можешь там говно конечно убирать да но от этого ты в мире лучшим не изменишь хорошо быть хорошим эффективно быть хорошим когда есть день у меня лично нет конкретной цели сколько хочу день я знаю что когда я пойму эту цель деньги там понадобятся поэтому я пока просто зарабатываю по пути делаю какие-то мелкие задачи где-то помогают где-то участвовать боготворительница где-то делали боготворитель где-то все приличные свои какие-то амбиции просто да вот но пока я не нашел цель но точно знаешь нужно день этом первое давай определимся что то что ты будешь делать оно должно приносить деньги чтобы ты была федерации независим муж там это и так далее это все хорошо но это не твой конек чтобы знаешь на мужа ближе да они моего первое второе там да вот есть какие варианты развития ты можешь про это стезе пойти рассказал как он бывает по этой стезе разговариваются какие-то короче ты готов этим заниматься мне это нравится да но мне нравится делать это людям которые мои люди окей короче с которыми у тебя есть химия поэтому давай так так как рома топит за тайм-менеджмент постоянно я намек понял самое интересное что мы сейчас уже будем завершаться будет еще парочка вопросов ну вот один из них получается что если тебе это нравится ты готов людей вести с теми с кем у тебя есть химия как тебя найти как тебе там написать постучаться как как где куда я есть запрещенные соцсети я есть незапрещенные соцсети vk я каждый день нахожусь в офисе вот можем на ребят любите в игре приехать на в офис в целом я свои контакты особо не прячу вот мне найти не так уж сложно вот так что проблем особых не вижу и я не продаю услуг с менторинга позвольте да нет мы не про это мой любимый вопрос который рома всегда пародирует мы все про работу да по работу все про работу а как ты отдыхаешь как ты пополняешь свои вот эти вот ресурсы троих свой наполняешь зарядку как-то это делаешь вот эти батарейки которые потом тебя драйвит потому что она постоянно 24 часа в рабочем состоянии это можно и не туда и не сюда ну да я помню это статья было интервью какого-то очень известного бизнесмена на что вы спросили когда вы отдыхаете вы же постоянно в работе вы признаете да это проблема тут месяц назад слава богу был инфаркт я по две недели отдохнул да я перестал работать действительно по 24 часа как я рассказывал нас все на старте баланс сохранился появился у меня прекрасная жена дети и это тоже та часть которая меня драйвит я перестал работать выходные я делал за правило что я никогда не беру ноутбук с собой домой и у меня дома нет ноутбука я не выходные я не работал никаких трех никаких звонков раньше для меня не было границы когда мы встречаемся где работ выходные святое время это только семья но надо определить что я хотел семью да это тоже для меня просто был развод в процессе бизнеса потом я сама что я хочу все таки чтобы не дома кто-то ждал и это тоже пришлось осознанием второй брак это только эта часть второе я нашел любимую работу да и старая истина там они любимую работу не больше работы дня она работает тем не менее тогда действительно работа и нужно уметь разделять мне очень понравилось общались чем он занимается сейчас это вырабатывать личную стратегию когда он там общался со своим другим товарищем владелец воскона это задал вопрос про стратегию личную вот начал описывать не не этот парень этой компании а личной этой стратегии вот мы понимаем что я как предприниматель когда что-то планирую да думаю она все с компанией то есть я буду делать тому там там будут работать там-то мне от твоем где компания-то компания дано твоя компания ты где это вот когда начали задуматься личной стратегии какого-то оттуда вырабатывать вот некий баланс органах там прочь мы третье это то что я убежден да надо быть балансе чтобы быть счастливым отрицательные эмоции они в нашей жизни не придут они ничего не делаешь да то есть законы природу законной жизни к нам они будут приходить и есть соответственно статистика мировая которая будет нам стать чертопечали а положительные эмоции надо формировать то что наша команда выиграет такой чемпионат она конечно приятно да но это каковременно крайне редко и надо работать над тем чтобы в нашей жизни были положительные эмоции и всегда был баланс между положительный отрицательный тогда ничего от тебя не поколебует положительные эмоции что это да это встречи книги фильмы путешествия новые блюда новые какие-то вещи знакомства и так далее то есть ты должен постоянно что-то изучать что-то видеть что-то слышать что-то там чувствовать смотреть там не знаю новые цветы понюхать там и так далее ты должен защищать свою жизнь воспоминаниями и вот и тогда ну главное не перенасытить не должен быть безбаланс когда у тебя там 90 процентов одно такое счастье дарить от него уже тошнит вот этот баланс нужно соответственно работать чем я буду заниматься надо чтобы был какой-то отпуск надо куда-то съедет надо поднять жопу и что-то походить посмотреть и поделать то есть это движение оно должно быть и этот баланс он позволяет вообще не напрягаться поэтому когда спрашивают как же вы расслабляетесь а я не напрягаюсь и да спасибо это было очень увлекательно и интересное путешествие самый главный вывод это то что да действительно нужно соблюдать баланс спасибо тебе большое что пришел на этом мы будем завершать все зрители и слушатели нас могут увидеть и услышать на всех существующих платформах где мы размещаемся сегодня с вами были роман магдаленко антон прода подкаст продажи в огне и александр чьи основатель компания вега скилл став таллин нейшн короче опять же мировая звезда можно так сказать слушайте нас подписывайтесь смотрите ставьте лайки и репосты до новых встреч всем пока love rock fire sales on fire продажи в огне подкаст который бодрит ай лав серая все что вы хотели знать про оптимизацию автоматизацию и роботизацию бизнеса но стеснялись спросить сэлзай это саас продукт с искусственным интеллектом под капотом который очень точно распознает контекст переговоров мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно первое скорим ли да понимаем насколько он соответствует вашему идеальному портрету второе объективно оцениваем качество работы менеджера и третье аккуратно заносим данные из диалога в вашу сироем а